На улице холодно, зябко и в некоторых квартирах. Новый отопительный сезон стартовал больше месяца назад, однако горячими батареями могут похвастаться далеко не все магнитогорцы. Куда жаловаться, если радиаторы едва теплые и в каких случаях погода в доме зависит в том числе от самих жильцов, узнавал наш корреспондент. Греемся за счет плитки, плитку включаем и обогреваемся на кухне, целыми днями сидим. Кухня в доме Натальи Анатольевны – самое теплое место, но и здесь столбик термометра едва достигает 18 градусов. А в комнатах и вовсе не поднимается выше 15. Холод в квартире для семьи Захаровых – главная проблема последних пяти лет. Пенсионерка жалуется, утепляются как могут. Это сейчас еще хоть одна кофта. А зимой, одеваясь шаль на голову, еще одну кофту в теплых носках и ложишься спать по двумя, обтримовать. Бывает, одеялами спишь, потому что холодно, очень даже холодно. Наталья Анатольевна рассказывает, вернуть в жилище тепло пытается не первый год. До этого регулярно обивала пороги управляющей компании, а теперь ищет помощи у теплофикации. Я неоднократно обращала свою теплофикацию и к мастерам, и к контролерам. Приходили, замеряли, сами все. Они думали, не правда это. Сами пришли, замерили все. Нет. И вот, и поныне там. С начала сезона в теплофикацию уже поступило около сотни жалоб на перебои с отоплением. Правда, речь об отдельных квартирах, а не о целых домах. Причины холодных батарей кроются внутри домовых сетей, говорят специалисты. А причин может быть много. Это засоренность фильтра, засоренность конуса на элеваторе. Это может быть засоренность стояков, это может быть неисправность запорной арматуры, завоздушивание систем. Нет изоляции. Это все ведет к тому, что люди не получают ту комфортную температуру, которую должны. По закону, температура в квартире должна быть не ниже 20 градусов. Для углового помещения не меньше 22. При нарушении норм специалисты советуют первым делом обратиться в управляющую компанию. Обращайтесь в управляющую компанию. Они должны зарегистрировать вашу заявку, прийти к вам, разобраться в причинах. Если эта причина действительно наша, то управляющая компания вызывает нас для составления акта. Вот только с жилой постройкой по улице Щерса не все так просто. Раньше ее обслуживала ЖРЭО номер 4. Однако пару лет назад одноэтажное здание на две квартиры перешло на форму непосредственного управления домом. Это значит, что следить за его состоянием, включая все коммуникации, должны сами жильцы. Управляющих компаний их нету, еще раз я говорю. Поэтому они обращаются напрямую в трес теплофикации по всем вопросам. И трес теплофикации выходит контролер, проводит замеры. Если, скажем так, по каким-либо причинам, либо вина собственников, скажем так, внутриквартирное что-то оборудование, если это теплотрасса, то по акту разграничения там уже работает теплофикация. Наша съемочная группа побывала в доме на Щерса накануне, а уже сегодня его посетили сотрудники теплофикации. Провели необходимые замеры, после чего градус в батареях, по словам жильцов, прибавили. Ольга Сухоплева, Юлия Куорти, Вадим Бутаков, информационная служба, медиагруппа «Знак».